Сегодня будет, наверное, одна из наиболее загадочных, на мой взгляд, фигур. Та фигура, которая описана таким образом, что трактовать ее и, в принципе, по-своему каким-то образом формировать, согласно описанию, можно до бесконечности много как. Фигура, с которой мы все знакомы с детства и исполняем в танцах. Ча-ча-ча и румба. Фигура спот-поворот. Всем привет, меня зовут Герман и это Блок Бальная Латина. Поехали! Ча-ча-ча. Прежде всего, для того, чтобы исполнить нам спот-поворот, нам необходимо знать всего лишь три технических элемента. Два из которых мы уже разбирали. Первый из них это ча-ча-ча шоссе, если мы говорим про ча-ча-ча. Мы его разбирали в одном из уроков. Ссылку оставлю здесь. Урок был посвящен основному движению ча-ча-ча. Второй технический элемент, это технический элемент, который называется реплейс или ход на месте. Про него я также упоминал. В принципе, я про него даже, по-моему, достаточно подробно говорил. В фигуре основное движение румбы. В принципе, с ним вы также можете ознакомиться. Ссылку я также оставлю. Где-то сверху она выскочит. Итого, два технических элемента нам известно. И один технический элемент мы должны сейчас разучить. Я решил его не выделять в отдельный урок, по той причине, что урок будет достаточно коротким. И этот технический элемент мы рассмотрим именно здесь. Технический элемент, который называется поворотный ход. Что такое поворотный ход? Поворотный ход это вид поворота, который осуществляется в процессе переноса веса. Опять-таки, это звучит достаточно сложно. Но если это сделать на практике, все достаточно просто. Сейчас я покажу условно, как это должно быть. Конечно, я сейчас ничего не выделываю, просто объясняю всю суть. То есть я делаю наступание на ногу. То есть полностью вес еще находится между двух ног. И пока я делаю перенос веса, то есть в процессе того, пока я перемещаю свой вес, я делаю поворот. И в результате у меня получается ход вперед в повороте. Если вы заметили, в данном названии термина есть корень поворот, поворотный ход. И в какой-то мере техника выполнения здесь также присуща такая же, как и в повороте. Если вы хотите вспомнить, что такое поворот, также ссылка сверху, посмотрите, ознакомьтесь. На этом я аналогично также заострять свое внимание не буду. Идем дальше. Поворотный ход исполняется в зависимости от танца, с нелегкими отличиями в связи с тем, что музыка танца меняется. Если мы вспомним, как у нас идет румба, то на румбе мы делаем всегда в начале шаг, потом отдельно действие бедра, потому что так требует музыка. То есть она идет так-ка, 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 так-ка. Если же мы вспомним такой танец, как ча-ча-ча, то бедро в танце ча-ча-ча идет на момент удара, потому что танец имеет достаточно четкий ритм. И удар будет следующим. Мы будем делать шаг сразу с действием бедра. И эта же техника отличает один поворотный ход в румбе от поворотного хода в танце ча-ча-ча. Если мы делаем поворотный ход в румбе, то мы в начале наступаем на ногу, оставляем вес между двух ног. В процессе также бедро у нас пока что остается. Мы еще не сидим на бедре, мы всего лишь встали. Посадка на бедро будет осуществлена на следующий счет И. И получается, что мы делаем ход раз, осуществляя поворот. То есть поворот мы делаем в процессе перенесения веса. Бедро у нас еще остается здесь. И дальше опускание на бедро у нас будет происходить на следующий музыкальный удар, и мы будем двигаться дальше. Еще раз. Я, получается, делаю ход вперед на две ноги, так называемый сплит, после чего в процессе, бедро у меня остается сзади, в процессе перенесения веса я осуществляю поворот, бедро по-прежнему остается на месте, после чего я на счет И опускаюсь на бедро, и дальше уже осуществляю следующий шаг. Если же мы говорим про поворотный ход, который исполняется в танце ча-ча-ча, то он исполняется следующим образом. На момент удара у нас будет уже работать бедро, то есть мы будем, как только наша нога наступает, наше бедро будет срабатывать сразу же. И дальше относительно бедра мы уже поворачиваемся и делаем шаги дальше. Показываю разницу. В румбе мы будем делать шаг, отдельно держать бедро, потом относительно этого поворачиваться, и после срабатывать бедром, доделывать восьмерку и уже выполнять последующий шаг. Если же мы говорим про ча-ча-ча, то на момент удара мы сразу работаем бедром, относительно бедра поворачиваемся, и уже дальше делаем шаг. Ча-ча-ча. Следующая вещь, которую хочется еще сказать про поворотный ход, про нее я тоже как-то раз упоминал, это речь о том, что поворотный ход может быть осуществлен максимум на 3 восьмых. Проще говоря, почему так? В одном из уроков я также это рассказывал, это было в теме позиция стоп, по-моему. Я говорил, что позиция стоп у нас идет по рельсам, где пятка и носок напротив друг друга ставим так. И если мы будем осуществлять поворотный ход, ну, собственно, я покажу это чуть-чуть боком, наверное, даже совсем боком для вас. То есть я становлюсь, пятки и носки ставлю, и если я буду осуществлять поворот, то я, если вы не заметили, вот при таких степенях не докрутил 1 восьмую. Как раз, то есть моя нога станет ровно напротив другой ноги, осуществив 3 восьмых. Но вы наверняка замечали то, что исполняет зачастую полноценный ход и поворачивается прям ровно на 1 восьмую. Каким образом это осуществляется, объясняю. Дело в том, что здесь есть два пути. Путь номер один. На предыдущем шаге мы делаем поворот на 1 восьмую. То есть это 90 градусов на 45. И я делаю шаг сюда, поворачиваясь. Делаю свивл, да? Ну, даже, наверное, хип-твист. Дальше я делаю ход вперед, после чего я доворачиваюсь. Я вот сделал ровно поворот на 1 восьмую. Или вот второй вариант. Его достаточно часто используют. Это когда мы делаем шаг накрест. Опять-таки, вот я ставлю пятку напротив носка. Это ровно. Если я сделаю носок напротив носка, у меня станет позиция шага накрест. При такой позиции у меня идеально получается поворот на 1 восьмую. Думаю, с поворотным ходом разобрались. Теперь мы переходим непосредственно к самой фигуре. Спот-поворот. Сейчас я покажу наиболее распространенный вариант. Потом я расскажу, как спот-поворот описан в учебнике. А потом я расскажу о парадоксе данной фигуры. Наверное, так будет понятнее. Самый распространенный вариант. Исполню, как делается в танце румба. В танце румба все делают так. Становятся. После чего идет 1 четвертинка поворота вправо. Ну, я бы назвал это хип-твистом. После чего у нас идет ход вперед и накрест. После чего делаем поворотный ход. Докручиваемся. Дальше у нас делается шаг реплейс. То есть шаг в ногу. После чего также делается хип-твист на 1 четвертинку. И после этого делается сайд-степ. И то же самое. Спускаемся на бедро. Хип-твист. После чего наступаем на ногу. После чего поворачиваемся. После чего спускаемся на бедро. Делаем реплейс. То есть в ногу. И опять хип-твист. И сайд-степ в сторону. Значит, хип-твист. Вперед. Шаг и накрест. Поворотный ход. Ход. Реплейс. Хип-твист. Сайд-степ. Хип-твист на 1 четверть. После чего вперед и накрест. Поворотный ход. Бедро. Реплейс. Хип-твист. И после чего сайд-степ. Еще раз. Хип-твист. Ход вперед и накрест. Поворот. Бедро. Реплейс. Бедро. Хип-твист. Сайд-степ. Бедро. Хип-твист. Вперед и накрест. После чего поворотный ход. Бедро. Реплейс. Бедро. Хип-твист. Сайд-степ. Ча-ча-ча приблизительно то же самое. Только вместо поворотный ход исполняется по технике. Ча-ча-ча. А вместо сайд-степа исполняется ча-ча-ча-шосе. Ча-ча-ча. Теперь приступим к тому, как фигура описана в учебнике. В отличие от общепринятого варианта. В общепринятом варианте у нас делается свивл. Делается ход накрест. Очень сильный. Причем не просто ход накрест. Не просто описан как ход накрест. А ход накрест, пересекая линию корпуса. То есть не сюда, а еще сюда. Таким образом у нас ход получается уж очень-очень. Скрученное положение создается у нас. Дальше мы делаем поворотный ход в процессе перенесения веса. Спускание на бедро. И вот здесь у нас возникает множество вопросов. Дело в том, что учебник эти ответы не дает. Там написано то, что общая степень поворота целый поворот. А какой поворот используется дальше неизвестен. Чаще всего делают реплейс, хип-твист и сайд-степ. Возможно это самый приближенный к учебнику вариант. Но в принципе трактовать данную фигуру можно абсолютно разными способами. Потому что в ней не указаны две вещи. Первое. На каких шагах конкретно какие степени поворота. А степень поворота указана один поворот за всю фигуру. А второе. Не указано какие повороты используются. А за один поворотный ход, который я напоминаю всего лишь 3 восьмых. То есть у нас остается как минимум 5 восьмых, которые мы не знаем каким поворотом докрутить. И тут трактовать можно до бесконечности много. Сейчас я приведу пример. Например, мы можем сделать опять-таки сильный ход накрест. Но это традиционный шаг вперед. Реплейс. Свивол. И после чего ча-ча-ча шоссе. Можем так сделать? Можем. Мы можем в принципе сделать просто поворот в процессе ча-ча-ча шоссе. Это будет так. Сильно накрест. Поворачиваемся. Реплейс. И дальше мы делаем ча-ча-ча шоссе. В принципе можно сделать и твист-поворот. Сильно закрестить. Сделать твист-поворот. После чего делать ча-ча-ча шоссе. Возможно, Лайерд предполагал такой вариант. Учебник дает столько возможных вариантов. И это все с точки зрения учебника можно назвать спот-поворот. Ча-ча-ча. Какое отношение у меня к этой фигуре? С одной стороны, до конца непонятно, что имел в виду Лайерд. Но изучая учебник, я понимаю то, что Лайерд, возможно, этот вопрос составил открытым. Специально для того, чтобы мы с вами придумали какой-то свой вариант. В одном из своих интервью он сказал то, что он не любит, когда люди считают учебник, который он написал, Библией. Это не Библия. Это тот минимум, который мы должны знать, чтобы развивать бальный танец. Именно латиноамериканский бальный танец. И именно к этому, наверное, и должна сподвигнуть нас эта фигура. В принципе, возможностей того, как сделать эту фигуру, огромное множество. Вы можете выбрать любой из вариантов. Что касается того, что я вижу, эта фигура разрешена с самого начала того, когда ребенок приходит на конкурсы. И я вижу то, что вариации у этих детей, ну, допустим, в Е-классе, достаточно скудные. В принципе, вот эта фигура может быть воспринята вами как некий путь разнообразить вариацию ваших учеников, которые танцуют в Е-классе. И таким образом вы опять-таки начнете развивать новое течение в латиноамериканской программе. К этому я всех и призываю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, звоните в колокольчик. С вами был Герман, это блог Бальная Латина. Надеюсь, я был вам полезен. До свидания. Продолжение следует...